Здравствуйте! Вы смотрите новости Заречного. С главными событиями городской жизни вас познакомят корреспонденты нашей телерадиокомпании и я, Станислав Корякин. И вначале коротко о некоторых темах сегодняшнего выпуска. Дорогие дороги. 62 миллиона рублей будет потрачено в этом году на продолжение ремонта дорожно-уличной сети Заречного в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Освещение у нас за 1 сентября, а ремонт асфальтового покрытия до 30 июня. То есть работа должна быть полностью закончена на всех трех объектах. Школа «Росатома». В рамках корпоративного образовательного проекта в детском саду номер 11 началась стажировка воспитателей из атомных городов. Я являюсь воспитателем младшего дошкольного возраста. И чтобы повысить как-то уровень своих знаний, я приехала сюда получить опыт, чтобы использовать его уже непосредственно у себя в группе, на своих ребятках. Веселые старты. Зареченские младшеклассники преодолели очередной этап юбилейной, десятой малой спартакиады школьников. Эстафеты были построены так, что нужно было показать не только скорость ребятам, но и координацию, ловкость, потому что за каждое неправильно выполненное движение был штраф 3 секунды. Поэтому еще задача была ребят сделать эстафету идеально правильной. И теперь об этих и других новостях подробнее. В Заречном начались работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В этом году планируется отремонтировать 23 тысячи квадратных метров дорог и тротуаров, заменить там бордюры и полностью завершить освещение всех проезжих частей. Объем финансирования составит порядка 62 миллионов рублей. В продолжение темы наш репортаж. Проспект «30-летие Победы» вновь стал стройплощадкой. От перекрестка с улицы Заречной до микрорайона Озерского начались дорожные работы. Тут будут замены бордюры, асфальтовое покрытие. Тротуар был сделан в прошлом году, как я думаю, что все помнят. Проспект «30-летие Победы» стал в 2024 году первым участком, где начались работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». После завершения ремонта этой части проспекта рабочие перейдут на улицу 20-я автодорога. В последний раз новый асфальт на 20-й дороге был уложен больше 10 лет назад. Этой весной ей досталось особенно сильно, и даже проведенный здесь ямочный ремонт не смог исправить ситуацию. Но уже летом водители смогут спокойно ехать от проспекта «Мира» до монтажной проходной, не опасаясь за целостность подвески. Удобнее станет и пешеходам. Будет отремонтирован тротуар, идущий от КПП до первого пешеходного перехода. В планах ремонта и улица Восточная. Здесь также будет заменен асфальт, бордюры, сделаны тротуары. Качественной и безопасной станет и самая отдаленная городская улица – Транспортная. Здесь будет оборудовано уличное освещение. Полностью участок будет освещен, вся улица Транспортная, это от улицы Ленина до улицы Индустриальной. Работу там планируется завершить к первому сентября, и после первого сентября будет освещение полностью работы. По освещению, это у нас последний участок, который не был освещен в городе, поэтому по освещению мы, в принципе, планируем завершить работу полностью. Всего в 2024 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Заречном будет отремонтировано 23 тысячи квадратных метров дорожно-уличной сети. Объем финансирования составляет порядка 62 миллионов рублей. Все работы планируется завершить до осени. Освещение у нас до 1 сентября, а ремонт асфальтового покрытия до 30 июня. То есть работа должна быть полностью закончена на всех трех объектах. Гарантия на все виды работ составляет 5 лет. В течение этого срока подрядная организация обязана проводить ремонт за свой счет. Станислав Корякин, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный». Дачный сезон в Заречном начнется раньше запланированного. Такое решение принято в связи с установившейся благоприятной для садоводов погодой. В какие дни дачники смогут доехать до своих участков на городских автобусах, нам уточнили в автотрансе. Сезон дачных перевозок в Заречном стартует на неделю раньше, чем планировалось. Садоводы поедут в свое общество уже в ближайшие выходные. Поедем мы и 20 и 21 числа, то есть и в субботу и воскресенье предварительно. Не как планировалось раньше, с 28 апреля, а уже с 20 числа. Дачные автобусы повезут садоводов по всем направлениям. Дообществ Труд, Строитель, Чемодановские дачи, Пролетаровка, Инра, Звездочка, Победа, Степановка. Однако в расписании движения внесены временные коррективы. Автобусы заберут дачников из коллективных садов на час раньше обычного. Последний автобус из коллективных садов не в 8 вечера будет у нас отправляться уже обратно в сторону Заречного А в 7 часов. Еще хочу напомнить, что у нас в эти выходные дни, как и обычно, автобусы городских маршрутов номер 4 и номер 5 будут осуществлять также, ну и 103 тоже маршруты, будут осуществлять доставку садоводов к КПП номер 6, это в утренние часы. И в вечернее время мы будем их также, пассажиров наших, собирать от КПП номер 6 и развозить по городу. После двухдневных рейсов последует недельный перерыв. В будни с 22 по 27 апреля дачные автобусы ходить не будут. Следующие рейсы запланированы на воскресенье 28 апреля. Вся информация о графике движения дачных автобусов и новой стоимости проезда опубликована на официальном сайте муниципального предприятия «Автотранс». Расписание планируется также разместить на остановочных павильонах. Станислав Корякин, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный». Спецслужбы пресекли крупное мошенничество. Сотрудники Управления ФСБ России по Пензенской области в ходе проведения оперативно-розыскных и следственных мероприятий задержали гражданина Российской Федерации, причастного к совершению преступления, предусмотренного сразу двумя статьями Уголовного кодекса. Ему вменяется в вину мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение. Молодой мужчина, действуя под видом сотрудника спецслужб, пытался получить несколько десятков миллионов рублей за крышевание бизнеса. Подозреваемый, 1991 года рождения, представляясь сотрудником ФСБ России, ввел в заблуждение генерального директора регионального предприятия и предложил ему оказать помощь в решении вопроса о защите предприятия от планируемого рейдерского захвата. В этих целях он попросил денежные средства в размере 60 миллионов рублей для их передачи якобы высокопоставленному должностному лицу из числа сотрудников ФСБ России. Довести до конца свой преступный умысел подозреваемый не смог, так как был задержан сотрудниками у ФСБ России по Пензенской области. В настоящее время проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных фактов противоправной деятельности подозреваемого, установление обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела. Дело о еще одном мошенничестве расследуют зареченские полицейские. Жительница нашего города, 1970 года рождения, в сети интернет обнаружила рекламу о возможности заработка, оставила заявку, где указала свои данные и номер телефона. Пару дней спустя женщине в мессенджере ватсап позвонил неизвестный мужчина и предложил заработок на международной бирже, для чего необходимо инвестировать денежные средства в доллары США. Следуя инструкциям неизвестного, зареченкое через банковское приложение перевела на указанный счет 637 тысяч рублей. Почти две сотни ищущих работу горожан посетили Центр занятости населения и познакомились с вакансиями от работодателей Заречного и Пензы. Наш город присоединился к региональному этапу Всероссийской ярмарки трудоустройства. Всего в Пензенской области участниками регионального этапа масштабной акции стали почти 2,5 тысячи человек. 220 предприятий региона предложили более 2,5 тысяч вакансий. В Заречном свободные рабочие места представили 25 предприятий и организаций. Подробности в материале Светланы Теплухиной. Как правильно выбрать все-таки профессию? Изучить, какие бывают профессии и чем занимаются их представители. Учитывать свои способности, возможности и стремления. Стремиться выбирать именно интересную для себя профессию. Вот о чем я вам говорила. Вам должно быть интересно в первую очередь. И нужно ориентироваться в тенденциях на рынке труда. С самыми важными принципами выбора будущей профессии знакомят школьников. Девятиклассники-лицеисты стали участниками Всероссийской ярмарки трудоустройства. В рамках регионального этапа масштабной акции ребятам рассказали о ситуации на рынке труда в регионе и стране, познакомили с федеральным порталом работы России. Работодатели размещают свои вакансии, а тот, кто ищет работу, он просто в поисковике, например, ищет работу инженера и смотрит, у каких работодателей есть такие вакансии, какие зарплаты и какие требования. В настоящее время в регионе востребованы работники самого широкого круга специальностей и разной квалификации. На основной площадке ярмарки трудоустройства 25 предприятий Заречного и Пензы представили более 300 вакантных рабочих мест. Разнообразные от инженера технического, скажем, работников, и так те работы, которые не требуют подготовки профессиональные. Поэтому ждали сегодня большое количество и соискателей работы на эти вакансии, также ждем потенциальных выпускников колледжей, институтов, техникумов. Мы приглашаем и выпускников, и тех, кто ищет работу, кто желает сменить работу, в том числе и безработные граждане. Перечень предприятий достаточно широк, он разнообразен, и, соответственно, и вакансии, которые они предлагают для соискателей, тоже достаточно широкий этот перечень. Здесь требуются как станочники, слесари, сварщики, водители, также инженеры-технологи, инженеры-конструкторы, специалисты по кадрам, специалисты по социальной работе. Во время ярмарки с соискателями работали и специалисты службы занятости. Кадровые и карьерные консультанты помогали сориентироваться в обширном перечне вакансий, составить резюме. Ярмарка трудоустройства – одно из самых масштабных мероприятий службы занятости населения. Такая форма работы доказала свою эффективность, так как предоставляет возможность личной встречи потенциального сотрудника с работодателем. Здесь вся информация непосредственно от представителя работодателя, от кадровой службы. И здесь можно заинтересовать работодателя. Здесь можно подготовиться к этой ярмарке, так себя преподнести и оставить, может быть, даже на бумажном носителе свое резюме, и работодатель, в общем-то, заинтересуется вами. Ярмарку трудоустройства посетили почти две сотни ищущих работу зареченцев. Возможно, для кого-то именно здесь начался успешный профессиональный путь. А федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства состоится 28 июня. Светлана Теплухина, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный». 18 апреля в Заречный привезут чудотворную мироточивую икону. Это образ императора Николая II, постоянное место пребывания святыни – храм девяти мучеников кизических в Москве. Впервые икона замироточила 7 ноября 1998 года, и мироточение продолжается до сих пор. Святыню привозили в разные города России и зарубежья. 18 апреля ее доставят в храм Серафима Саровского. Завтра в 7.30 в наш город она прибудет. В течение дня икона будет находиться в храме преподобного Серафима Саровского. Это с 7.30 и до 10 часов вечера храм будет открыт, можно будет приложиться. Но в период с 15.00 до 17.00, завтра же, в четверг, 18 апреля, икона будет перенесена в наш музей центральный, где будет закрытие выставки, посвященной царской семье. И в пятницу в 14 часов, то есть после обеда, икона отбудет уже в место своего постоянного пребывания, в город Москву. Но также в пятницу, так уж совпало, что приедет в наш город ладыка митрополит Серафим для того, чтобы совершить литургии прежде освященной даров. Это будет первая литургия архиерейская прежде освященной даров, которая будет совершена в новом храме. Поэтому всех приглашаем как на встречу иконы и приложиться в течение дня по молитву иконы, так и на архиерейское богослужение, которое будет в пятницу 19 апреля в 8.30. В Заречный приехали гости из атомных городов. Педагоги дошкольных образовательных учреждений пройдут стажировку у победительницы конкурсов-испитателей детских садов в рамках проекта «Школа Росатома» Екатерины Волдыревой. Тема стажировки звучит необычно – образовательная провокация, как способ развития игровой деятельности младших дошкольников. Примечательно, что день начала стажировки совпал с днем рождения корпоративного образовательного проекта. Педагогический коллектив детского сада номер 11 поздравляет «Школу Росатома» с днем рождения. 17 апреля корпоративному образовательному проекту исполняется 13 лет. И так совпало, что именно в этот день в дошкольном учреждении началась стажировка для воспитателей из атомных городов. Делиться опытом будет зареченский педагог Екатерина Волдырева, победительница конкурса воспитателей детских садов в рамках проекта «Школа Росатома». Тема стажировки – образовательная провокация, как способ развития игровой деятельности младших дошкольников. Если простыми словами, это история о том, как научить детей играть. Современные дети, которые живут в гаджетах, они в принципе сейчас не умеют играть. И только умеющий, играющий педагог сможет научить ребенка, передать ему тот опыт. И, к сожалению, еще не все педагоги играющие. Поэтому я считаю, что моя стажировка актуальна. Игра – это ведущая деятельность у дошкольников. Именно так они познают мир и учатся новому. В игре мы попробуем научить педагогов, учить детей считать. Или, может быть, они захотят рассказать детям о признаках весны в игре. И, как правило, дети в игре запоминают информацию лучше. Она у них усваивается, укладывается лучше. И становится их потом информацией, которой они владеют, и передают ее другим. Чтобы игра была не просто веселой и интересной, но еще и полезной, воспитателям важно уметь вбрасывать познавательные задачи и решать их вместе с детьми. В стажировке Екатерины Волдыревой принимают участие 16 педагогов из Заречного, Свердловской области, Десногорска, Железногорска, Северска, Новоуральска, Лесного, Заречного, Пензенской области. Такие встречи – возможность не только прокачать свои навыки, но и найти новых друзей и единомышленников. На данный момент я являюсь воспитателем младшего дошкольного возраста. И чтобы повысить как-то уровень своих знаний, я приехала сюда получить опыт, чтобы использовать его уже непосредственно у себя в группе, на своих ребятках. В моей деятельности это дает приличный результат, потому что я приобретаю новый опыт, новые знакомства. Мы также взаимодействуем с педагогами с прошлой стажировочной площадки, поэтому надеюсь здесь приобрести колоссальный опыт новых друзей для дальнейшей плодотворной работы. В первый день стажировки участники знакомятся с методами и приемами работы, которые использует Екатерина Волдрева, а потом попробуют применить их на практике. Во второй день они поиграют друг с другом, порепетируют, попробуют как это, потому что на взрослых это в любом случае проще, потому что взрослый может подыграть, а дети ведут себя непредсказуемо. Третий день стажировки – самый ответственный. Педагогам предстоит встретиться с детьми и попробовать вовлечь их в игру. Ксения Тризна, Вячеслав Юртаев, телерадио, компания «Заречный». Зареченские младшеклассники преодолели очередной этап юбилейной 10-й малой спартакиады школьников. Масштабные соревнования стартовали в сентябре и продолжаются весь учебный год. Борьбу за звание самых спортивных включились ученики начальных классов всех школ города. Ребята уже определили лучших в легкой атлетике, мини-футболе, прыжках через скакалку, плавании. Одними из самых эмоциональных и ярких состязаний традиционно стали веселые старты. Два дня в легкоатлетическом манеже Зареченской спортшколы кипели нешуточные страсти. Почти полторы сотни ребят из всех школ города встретились в битве за звание самых быстрых, самых ловких, самых дружных. Веселые старты – очередной этап юбилейной 10-й малой спартакиады. Ее участники – школьники с 1-го по 4-й классы. В команде было 8 девочек, 8 мальчиков. Эстафеты были построены так, что нужно было показать не только скорость ребятам, но и координацию, ловкость. Потому что за каждое неправильно выполненное движение был штраф 3 секунды. Поэтому еще задача была ребят сделать эстафету идеально правильно. Идеально правильно выполнить задание каждой из шести эстафет оказалось не так-то просто. Коварные мячи то и дело норовили выскользнуть и унестись в скач. Юные спортсмены очень эмоционально поддерживали и подбадривали друг друга. По итогам двух дней соревнований в упорной борьбе бронзовую награду завоевали ребята из 225-й школы. На второй ступени пьедестала лицеисты. Победу в веселых стартах одержала команда школы номер 220. Десятая малая спартакиада близится к завершению. В настоящее время у младшеклассников идет футбольный турнир, предпоследний этап соревнований. А финалом спортивного марафона станет традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная 9 мая. В субботу Заречный ждет яркий музыкальный праздник. Во Дворце культуры «Современник» состоится второй этап седьмого городского шоу проекта «Хоровая ассамблея». Все подробности предстоящей битвы хоров и историю проекта мы узнаем сразу после рекламы. В актуальном интервью заведующий культурно-досуговым отделом ДК «Современник» Юлии Горнаевой. Реклама пройдет быстро. Не переключайтесь. Молоко «Эго» 1,7 литра, 119,90. Шея индейки, 119 рублей. С 15 по 18 апреля. Мега выгода в Скидкино. Заречный, улица Озерская, 13. Кран течет, поет труба, полочка качается. В мою сантехнику пойду, потому что нравится. Смесители, стойки для душа, аксессуары для ванной комнаты лучших отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Моя сантехника». Душевно! И ни капельки недорого! Клиника лечения позвоночника. Пенза. Улица Калинина, 4. Телефон 98-03-03. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Считаем вместе. И... Раз, два, три. Три морковки плюс одна морковка. Сколько получится? Четыре. Правильно. Как с командою, тяните. Раз, два, три. Давай, 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 давай. Солнце в небе улыбайся, улыбайся в поле. Очень хорошо быть зайцем и учиться в школе. Раз, два, три. Раз, два, три. И учиться в школе. Раз, два, три. Раз, два, три. И учиться в школе. Ждем вас на нашем спектакле. Самые обычные бытовые предметы. Сумки, пакеты, коробки, игрушки, мобильные телефоны и так далее. Родители. Разъясните детям, что любой предмет, найденный в транспорте, может представлять опасность. Берегите себя и своих близких. Каждый житель Пензенской области имеет право пройти диспансеризацию, обратившись в свою поликлинику с паспортом и полисом ОМС. Диспансеризация проводится с целью выявления и предупреждения развития различных заболеваний. Смотрите на нашем канале. Главные события атомной отрасли. Стратегия Росатома и оперативные репортажи. Телепрограмма «Страна Росатома». Телепрограмма «Страна Росатома» Новости Заречного в эфире. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях заведующий культурно-досуговым сектором Дворца культуры современней города Заречного Юлия Горнаева. Добрый вечер. Добрый вечер. Юлия, итак, в субботу, в ближайшую уже субботу, состоится финал городского шоу-проекта «Хоровая ассамблея». Расскажите, пожалуйста, вообще, давайте напомним телезрителям о том, что же это за проект, как он родился. И это уже седьмой, получается, сезон? Да, все правильно, Станислав. У нас вновь стартует продолжение проекта, который начался осенью. Всего уже проходит седьмой год этот проект в городе. Принимает участие огромное количество коллективов, как поющих, так и специально созданных под этот специальный фестиваль. И традиционно в эту субботу мы услышим и садики, и наши школы студентов, и ветеранские организации, и профессиональные коллективы, которые примут участие в этом этапе, посвященном Великой Отечественной войне и нашим бойцам. Юля, вот смотрите, давайте, как я уже говорил, немножечко напомним о том, как же проходит вообще этот шоу-проект, как он зародился в свое время. И вот на протяжении вот этих вот семи лет, ну там, получается, с перерывом, с небольшим, вот как это все было, как это все организовывалось, как это все было и скольки этапов состоит. Ну, то есть все об этом шоу-проекте. Действительно, организовывался он очень интересно, я имею в виду с начала его вообще существования. Заявлялся как шоу-проект, в котором коллективы, которые мы приглашали, коллективы могут быть разные. Как специально созданные к этому проекту, так и те, которые уже существуют. Поэтому, когда заявляли о начале этого проекта, мы говорили о том, что номера должны быть яркие, красивые, если они будут еще подкреплены танцами, видео. Ну, то есть шоу. Вообще замечательно, да, шоу-шоу. Конечно же, немножечко с годами, с каждым годом нашим участникам все сложнее, несмотря на то, что интереснее, но и сложнее, естественно, создавать каждый раз какие-то новые номера, проекты. Немножечко с годами мы его переквалифицировали, так сказать, трансформировали. Сейчас наши участники основной свой упор делают на вокал, потому что с годами мы поняли то, что самое главное даже не само шоу, происходящее на сцене, а именно вокальное исполнение. И сейчас наши участники более трепетно, более тщательно именно изучают материал, который будут петь и, соответственно, профессионально подходят к его исполнению. Юлия, проект обычно вот этот состоит из двух этапов, да, один начинается осенью и второй вот весной. Осенью что было, давайте напомним. Осенью в этом году наш этап был посвящен России, любви к России, Родине. И второй этап мы решили, естественно, посвятить 9 мая, потому что финальный, заключительный концерт из всех лауреатов, участников пройдет на площади Дворца культуры современников в день празднования 9 мая, где будут вручены кубки, дипломы всем участникам за то, что они на протяжении всего творческого сезона работали, с удовольствием шли на контакт и не боялись чего-то нового. А кто примет участие в финале вот этого вот сезона шоу-проекта? В финале примут участие все коллективы, независимо в каком этапе они участвовали. То есть можно присоединиться еще? Можно даже и присоединиться. Вот прям сегодня решили? Да, почему? Потому что многие в силу занятости наших работников или дети бывают зачастую где-то заняты в других проектах, многие, например, сады или школы какой-то из этапов пропускали. Поэтому мы закрываем как бы на это глаза, мы берем яркие коллективы, яркие номера, то есть с двух этапов собираем один большой красивый концерт, для того, чтобы наши жители вместе с нами, с участниками порадовались тому, что действительно город поющий, город творческий. И всегда у жюри это вызывает большой восторг от того, что несмотря на возраст от детей детского сада, где они обычно учат на уроках музыки, до студентов, которых уже, извините, нужно заставлять, но они с удовольствием принимают участие всегда в каждом этапе, естественно, у нас будет большое удовольствие посмотреть на всех. И мы приглашаем всех. Приглашаем куда и когда? Давайте еще раз напомним. Во-первых, в эту субботу в 11 часов дня на главной сцене города во Дворце культуры Современник состоится этап, посвященный 9 мая. Называется он «Спасибо, ребята». Будем говорить спасибо всем бойцам, всем тем, кто завоевал эту великую победу для нас. И уже 9 мая мы всех жителей города приглашаем в 5 часов вечера на Фонтанную площадь для того, чтобы вместе с ними насладиться этим замечательным творчеством исполнения песен наших участников. Начиная от песен, посвященных Родине, заканчивая песнями, естественно, посвященных 9 мая. Юля, большое спасибо за участие в нашей программе. Будем надеяться, что у этого шоу-проекта будет продолжение не только во втором этапе и 9 мая, но и в следующих годах. Спасибо. Спасибо. И это все, о чем мы успеем рассказать вам сегодня. Я прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго и до встречи на канале «Заречный». Увидимся. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»